Вы просили, вы ждали. В этом видео Акстар притворится новичком в музыкальных школах. Будет неадекватно себя вести на уроке, а потом как вжарит. Посмотрим на реакцию преподавателей в реальном мире. Если хочешь поучаствовать в розыгрыше новенького iPhone XR, либо гитары за эту же цену на выбор победителя, а также 25 тысяч рублей, то есть 25 победителей по 1 тысяче рублей, то просто поставь лайк, оставь какой-нибудь крутой комментарий, а также подпишись на мой инстаграм Акстар.мьюзик. И уже через 3 часа я выберу для себя победителей, а объявлю их я на стриме в прямом эфире в воскресенье в 8 часов вечера. Поэтому колокольчик, чтобы не пропустить стрим. Всем привет, это канал Акстар, и это свершилось. Тысячи комментариев, притворись новичком в музыкальной школе. И я это сделал. Я шел в первую музыкальную школу с определенным сценарием в голове. Я думал, что все продумал. У меня даже камера была в маленькой дырке в пакете, чтобы ее вообще было никак не заметить. Так, интерес, хорошо играешься. Вот еще знаю... Как он так не звучит? Ты след? Не-не, он обманул. Ты след занимаешь или не след? Первая и самая главная проблема, с которой я столкнулся, это скрытая съемка. Я просто не смог нормально выставить камеру, пребывая один на один с преподавателем гитары. Поэтому в этот раз я записался на пробное занятие в музыкальную школу Saint P. Music и договорился с руководством, чтобы они разрешили нам съемки, чтобы мы заранее расставили камеры. Естественно, преподаватели ничего не будут знать. А поможет мне в сегодняшнем видео, в разнообразии его, Боря с канала Борис Пранк. Всем привет! Сегодня мы немножечко пранканем Пашу, потому что у него в ухе будет наушник, по которому я буду диктовать ему всякие дурацкие задания, которые он будет вынужден выполнять прямо во время урока. Естественно, чтобы меня не узнавали, мы подготовили небольшой реквизит. Капец, я как урод какой-то. Ячки. Только не говори про уроды Пашу, блин. А вдруг люди же ходят с такой участкой? Шалость начинается. Давай сходу задание сейчас заходишь и сразу же разуваешься, окей? Хорошо. Все, погнали. Сразу же разуваешься, окей? Саша? Да? Да. Он оценил. Не-не, не вытаскивай ее из чехла, вот так и сиди в руках с гитарой в чехле. Поставь ее в чехле. Уже играл? Я уже играл. Супер. Летом пробовал. Начнем с того, как правильно держать гитару. Надо, чтобы она была либо на этой ноге, либо раньше играли так. Я думаю, это стрелка. На носочки ее держишь. Я понял. Сусти за гитарой чуть ли. Но все-таки, чтобы играть, я думаю, надо достать весь тихо. Играй, как на контрабасе. Покажу сразу, что я умею. Павел, вам удобно так держать? А нужно не так? Если вам удобно, конечно, можно, но по правилам надо держать иначе немного. Привет. Паша. Марат. Переспроси, что он только что тебе объяснял. Переспроси. А можете, пожалуйста, все заново объяснить? Я сбился. Без проблем. Во время. Все, что мы играем, будет создано во время. Еще, извиняюсь, у меня еще такая вот что-то типа амнезия. Я резко могу что-то подзабыть, например, где я нахожусь, но я быстро пройдет, я все вспомню. Ну, в общем, поэтому не пугайтесь. Так что не переживайте. Я тебя понял, Паша, я тебя понял. Смотри, что такое темпы, помнишь? Вот смотри, давай себе. Ну, прям гитару вот так в руки смирей. Бери вот сюда вот. Выкладываешь, где выемка. Вот у тебя вот такая же улитка. Извините, у меня еще что-то типа амнезия, и я могу резко забыть что-то и потом вспомнить. Одно это быстро проходит. Так что не переживайте. Так, ладно, хорошо. Так что ты какую-нибудь это тетрадь с собой будешь носить? Ну, в следующий раз возьму. Так, ладно, очень. Человек, когда будешь играть, задержи дыхание прямо. И не дыши, чтобы он заметил. Нормально. Давай, а теперь подставим указательный палец. Делай вид, что ты все еще не дышишь. Ого, хорошо. Все, воздух кончается, и ты задыхаешь. Задыхаешься. Спроси, можно дышать? Типлот? Можно дышать, дышать. Дышать можно было иначе. Просто мне учили, что у меня был преподаватель. Он говорит, играй, я задерживаю дыхание. И вот пока он не разрешит выдохнуть, чтобы концентрацию не терять, я не выдыхаю. Надо было сказать. Ладно, прости. Тебе надо было сказать. Выпей из фляги. Отхлебни немножечко. Так, можете, пожалуйста, подержать секундочку? Да, конечно. Паш, продолжай урок стоя, стоя. Как ни к чему не бывал. Сделать выбор всегда сложно. Белую, желтую, полезную или вкусную, полегче или потяжелее, кино или музыка, или кино. Хватит выбирать. Просто оформи подписку Яндекс.Плюс. Все мы любим музыку и кино. И теперь есть доступ ко всему в одной подписке Яндекс.Плюс. Слушай любимые треки и подкасты на Яндекс.Музыке. Открывай для себя новых исполнителей в плейлистах, формирующихся на основе твоих предпочтений. Смотри более 7000 фильмов и сериалов. Мировые премьеры или российские эксклюзивы в онлайн-кинотеатре Кинопоиск.HD. Высокое качество, отсутствие рекламы и возможность офлайн-просмотра в мобильном приложении. Все это и не только. По одной подписке Яндекс.Плюс за 199 рублей. Не выбирай, а просто оформи подписку Яндекс.Плюс. Переходи в описание, там я ставил промокод АКСТАР90 на бесплатную подписку в Яндекс.Плюс для новых пользователей на первые 90 дней. Залетай, юзай мой промокод и наслаждайся контентом. Так, ладно, давай просто будем стараться как-то закреплять все. Ты просто сейчас поставь вот эту лунку на колено, чтобы тебе было удобно. Извините, о чем мы до этого говорили сейчас? Так, вот это у нас аккорд первый. Мы его сейчас с тобой разбираем, да? Вот, видишь, вот. Так, а можно как гитару правильно держать? А, смотри, так. Так, ну, нужно вот тебе какой-нибудь этот носить с собой. Либо записывающее что-то, либо, я не знаю, ну. Я понял. Фух, ладно. Смотри, выемка вот эта вот, прям на колено ставь. Ну, смотри, прям. Паш, попробуй пустить ее за палец под каким-нибудь предлогом. А у вас пальцы жесткие? Нет, у меня пальцы мягкие, потому что, ну, я уже давно занималась, то есть, вот эти вот сфермозори. Сейчас попробую. Можно попробовать ее? Да, может, попробуйте. Кусай. Что я делаю? Меня просто учили, что можно пробовать жесткость пальцев вот на... Ну, вот, зубами. А я вам не советую, пальцы мягкие, потому что они не ничего. А, смотри, пальцы, значит... Извините. А? А, можете, пожалуйста, все сначала повторить? Да, 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 конечно, конечно. Значит, смотри, вот у тебя практически пальцы правильно стояли. Я вот, когда занимался дома, у меня был вопрос, вот, как правильно держать гитару. Ага. Можете объяснить, как правильно ее нужно держать? Слушай-ка. Ну, ладно, давайте хоть какой-нибудь глицинчик, что ли, без накидая. Паш, выпей еще немного. И сфлоди. Так вот, хорошо. Так, горло. Горло промочить. Ну, я слушаю. Да. Я... Что тут? Вау. Король шут? Ну, да. Продюсер говорит. Окей. Препод, щелоким просто. Люблю Санкт-Петербург. Почему? Выбрасывает интересных персонажей. Да, ты так выдохни, типа, ух, хорошо, знаешь. Нормально? Да. Окей. Смотри. Паша, я сейчас тебе позвоню, как отец. Сейчас тебе отец будет звонить. Алло, Паш, ты где? Да, я на урон. Ты в аудитории с преподавателем? Да, могу даже. Дай ему трубку. Ну, дай мне его тогда услышать. Извините, можете, пожалуйста, поговорить? Просто сказать, что вот я... Алло, здравствуйте. Да, 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 здравствуйте. Паша на занятии? Да, передо мной сидит. Точно вы преподаватель, да? Я просто беспокоюсь. Вы не можете не беспокоиться. Вот у нас Паша есть и... Он трезвый, не пьет, все нормально. Паша, ты сегодня пил? Нет. За тебя отец переживает? Он говорит, что нет. А, ну, в нормальном трезвом состоянии. Хорошо, ладно тогда, спасибо вам. Занимайтесь, не буду вас отвлекать. Хорошо, хорошо. Вот. Ладно. Спроси у нее... Типа, извините, вопрос не... Вы замужем? Указывается. Извините. За вопрос. Вы замужем? Нет, я не замужем. Ей понравилось. Паш, давай ватные палочки доставай, ковыряй в ушах и выкладывай. Это определенное оно. И так далее. В общем, чешется. Чешется? Ты не болеешь? Нет. Точно? Точно. Не болею. Порядки все? Да. Замечательно. Я начинаю жилищу, не сказал твоему отцу, что ты алкар. Я не пью. Физик, я стыдно. Скажи, да, скажи, спасибо, что вы меня папе не спалили. Спасибо, что вообще не сказали папе, а ничего. Я начинаю жилищу, но тем не менее. Выпей еще раз и скажи ваше здоровье. Лады. Расстояние между порожками будем называть ладами. Грифия. Это расстояние будет называться ладами. Слушай. Да, я вот последний раз хотел за то, что вы ничего не сказали. Да, ваше здоровье скажи. Это очень важно. За ваше здоровье. Припад, наверное, ваше здоровье. Такое еще не забавно. Все. Все готов? Нормально? Настроились? Все. Настроился. Настроение, скорее всего, должно быть уже очень хорошее. Еще какие-то мелодии ты знаешь? Мы просто их разобьем. Ну, я знаю, вот одну могу сыграть. Только там нужно наше струну перестроить. Так. Так, можете в очках куда-нибудь положить? Да, конечно. Ну, я прошу. Вот, ну, я все лето учился играть. Одно лето? Девять лет. Мне сейчас хочется, чтобы ты просто рассказал мне, что помогло себе быстро это выучить. То, что это был... Современное? Блин, поколение нахрен вас любили. Здравствуйте. Привет. Очень приятно, Боря. Мне говорили на уши, что мне делать. Каждый раз, когда я делал что-то странное, вот этот человек говорил мне, что нужно сказать, что нужно сделать. И мне было очень стыдно это делать. Я на время за батю, короче. Да, это я звоню. Там, кстати, реально алкоголь. Но я не пил. Ну давай, давайте только не кузнечиков. Мы потому что с тобой с базой все-таки решили. Хорошо. Поздравляю с успешным прохождением курса. Так, а что я здесь делаю? Да ладно, я шучу. В общем, спасибо большое. Это был розыгрыш. Мопластерский, да. Мы тут снимаем. Вот, камера. Одна, вторая. Капец. А можно я это... Сиграю вам? Конечно. А вы можете послушать, она настроена или нет? Да, значит, чисто. Звучит музыка Ну, Павел, вы умеете играть? Ну, я вот не умел, вот, сейчас, сегодня вот пришел, научился. Чудеса. Я не знаю, как-то почувствовал атмосферу такого. За пару минут ждите? Как это возможно? На самом деле, это розыгрыш. Не пугайтесь, должны признаться, мы немножечко вас разыграли. Спасибо сети музыкальных школ СНТ-Мюзик за то, что разрешили нам снимать такой ролик здесь. Поэтому, если вы хотите научиться играть на чем-нибудь или петь, обращайтесь в эту музыкальную школу. Спасибо, что выбрали именно нас. Можно я лучше сейчас играю что-нибудь? Да? А можно? Занимаюсь уже гитарой почти 10 лет. Молодец, хорошо играешь. Здравствуйте. Ну да, так получилось, что он себя вел странно. Это мы ему дурацкие задания всякие давали. То, что делали странно, это все мне говорили в Москве. Какие впечатления вообще от этого урока в целом? Мне показалось, что произошла какая-то магия. Вот то, чего пытаешься добиться от ученика. Сначала он приходит, не может сыграть кузнечика. И потом вот он тебе играет. Да пути, да пути. Если вам понравилось это видео и вы хотите продолжение, давайте наберем 200 тысяч лайков. И тогда мы снимем продолжение и позовем Борю куда-нибудь еще. А если это видео не наберет 200 тысяч лайков... То отправим меня куда-нибудь подальше. Спасибо, в общем, Боре за то, что он получался в сегодняшней съемке. Здесь Кругляшок, можете подписаться на мой канал. Здесь Кругляшок, можете подписаться на канал Бори и посмотреть его очень крутые пранки. Я реально угораю вечерами, когда я их смотрю, это очень стыдно. Как ты вообще такое вытворяешь? Не знаю, это само получается как-то. Да, в общем, подпишите, посмотрите видосы, реально очень круто. Вот, и смотрите другие видео. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok